Почти 70 тысяч детей в Алтайском крае имеют долги по налогам. Общая сумма долга 67 миллионов рублей. Это из-за владения транспортом и землей и другим имуществом. Такую статистику озвучили сегодня в налоговой службе края. Самая, конечно, главная рекомендация это в личных кабинетах оформить сервис семейный доступ, когда родители могут, зарегистрировав ребенка в личном кабинете, подключить его к своему личному кабинету и управлять уже обязанностью по уплате налогов. А всего в 2024 году жителям края начислено больше 4 миллиардов рублей имущественных налогов. По сумме начислений на первом месте, как и в прошлом году, транспортный налог 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Он затронет полмиллиона налогоплательщиков региона. Налог на имущество предъявлен самой большой долей плательщиков. Это 857 тысяч человек. Его сумма, полтора миллиарда рублей, выросла за год на 15%. А вот сумма начислений по земельному налогу, 592 миллиона, немного уменьшилась. Нету роста налоговой базы, потому что действовал мораторий на увеличение кадастровой стоимости для исчисления земельного налога. С другой стороны, у нас опять выросло количество льготников. Продолжаются, так скажем, эти мероприятия, что у нас наши налогоплательщики оспаривают кадастровую стоимость. В прошлом году по 332 земельным участкам была оспорена кадастровая стоимость или приведена к рыночной. Тем не менее, к первому сентября этого года долг по имущественным налогам физлиц в крае стал меньше миллиарда рублей. И это достижение, считают в ФНС. Обычно сумма была в разы больше. Хороший результат в управлении связывают с масштабным информированием и упрощением механизма оплаты. Уже 74 тысячи жителей платят налоги через госуслуги. Переход в цифру отражается и на рассылке. 60% оповещений электронные. Как показывает практика, оповещения в почтовом ящике часто не видят. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком.